В Пермском крае проверят газовое оборудование и условия эксплуатации многоквартирных домов. Инспекция проверит почти 5000 объектов. В Прикаме на сегодняшний день проверено 11 торговых центров. Об этом телеканал РБК заявил министр общественной безопасности края Андрей Ковтун. Работы по обеспечению пожарной безопасности манежа Пермь-Великая планируется завершить к началу мая. Сейчас идут работы по устройству двух спецъемкостей. На РБК новости Прикамья Станислав Загайнов. Добрый день. В Пермском крае проверят газовое оборудование и условия его эксплуатации почти в 5000 многоквартирных домов. Проверкой займутся инспекция госжилонадзора совместно с газораспределением Пермь по поручению губернатора региона. Осмотр домов начнется уже с сегодняшнего дня. Проверка инициирована после массовой гибели людей в Прикамье. В многоквартирном жилом доме Кизила обнаружены тела пяти человек. В ходе следствия выяснено, что в квартирах установлены водонагревательные газовые колонки, которые жильцы пользовались при неисправной вентиляции. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц». В качестве подозреваемых задержаны два сотрудника управляющей компании, обслуживающие этот дом. По оценке следствия, сотрудники УК проверяли вентиляцию формально и мер для устранения неисправностей не принимали. Но добавим, краевые власти окажут поддержку семьям погибших Кизили. В Прикамье на сегодняшний день из 300 объектов с массовым скоплением людей, в том числе 87 торговых центров, проверены 11. Об этом телеканал РБК заявил министр общественной безопасности края Андрей Ковтун. Накануне комиссия, в состав которой входят сотрудники прокуратуры и МЧС, работала в Дзержинском районе, до этого в Арджиникидзевском. В частности, нарушения, связанные с эвакуацией посетителей в случае пожара, были выявлены в ТРК «Кит» на Гаеве. Также в торговых центрах «Кристаллы» и «Калибри», где не сработала сигнализация, были загромождены запасные пути эвакуации. Сегодня проверки проходят в Свердловском районе. Перми инспекторы будут работать в гипермаркете «Семья» на революции 13 после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека. Эксперты отрасли говорят о скором ужесточении всех правил безопасности. Но и в первую очередь ужесточение повлияет на работу охранных структур. На сегодня бизнес в плачевном состоянии в Российской Федерации, если говорить и в охранном тоже, давление все больше, возможности роста минимальны. За безопасность, за строительство зданий и сооружений, закуп продукта питания для детей, охрана и система безопасности. Все продается по 44 ФЗ по принципу «кто дешевле». Если это не государственные закупки, то бизнес, глядя на государство и беря пример с государства, идет по этому же пути. На сегодня мы загнаны в ловушку ценовую. И именно государство должно показать пример нормального ценообразования. Добавим, ранее осмотр проходил в зданиях Пермского цирка в Мотовилихе. По словам представителей МЧС, в учреждении необходимо провести модернизацию системы противопожарной сигнализации. Как сообщили в самом учреждении, для этого им потребуется внести статью расходов в бюджет на следующий год. При этом мелкие нарушения цирк устранит уже в ближайшее время. Также накануне представители пермских фирм, торгующих средствами пожаротушения, сообщили нашему телеканалу, что спрос на порошковые огнетушители, если и увеличился, то незначительно весь ассортимент продукции доступен для покупки. К началу мая планируется завершить работы по обеспечению пожарной безопасности крытого футбольного манежа Пермь-Великое. Устройством двух спецъемкостей на территории спортобъекта занимается Краевое управление капстроительства, сообщили в региональном Минстрое. Процесс стартовал с земляных работ. Напомню, именно отсутствие пожарных емкостей вызвало ранее нарекание Краевой прокуратуры, из-за чего спортобъект так и не был открыт для зрителей. Как ранее сообщал РБК Пермь, допуск на манеж получили только спортсмены для тренировок. Это основной и дублирующий состав Амкара и сборная команды Краевой Федерации Футбола. Пермь-Великое сдали в эксплуатацию еще в ноябре прошлого года, однако надзорное ведомство признало арену несоответствующей технике безопасности. Кроме того, было предписано провести капремонт административного здания, в результате обследования которого были обнаружены недочеты, в том числе трещины на стенах. До 1 мая Центр спортивной подготовки Пермского края должен ввести в эксплуатацию и эту часть манежа. Курс рубля снижается на открытии торгов. Доллар сегодня утром прибавил 2 копейки, курс евро повысился на 13 пунктов. Эксперты отмечают, у российской валюты есть шансы сохранить позитив четверга перед католической Пасхой. Четверг был последним рабочим днем для большинства зарубежных площадок, ушедших на каникулы. Нефтяные контракты в пятницу также не будут торговаться. В связи с этим торговля парами доллара и евро с рублем будет проходить на тонком рынке. На этом фоне пара доллар-рубль может попробовать на прочность уровень в 57 рублей. Пара евро-рубль, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,90 – 71,07, прогнозируют эксперты. Но пока лучшие предложения по покупке доллара к этому часу в Перми в БКС банке 57,30, по продаже в банке Финам 5,752, лучшие предложения по покупке евро в БКС банке 70,70 рублей, по продаже в банке Акбарс 70,90 рублей. Эти и другие новости на нашем сайте. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова